ситуация на самом деле вопиющая потому что нам всю зиму докладывали о том как замечательно работают городские службы сколько снега там кубометров миллионов кубометров снега вывезено и ну во-первых всех волновал вопрос а где машины которые увозят от снега то они были и вот мы выяснили сегодня благодаря андре павловичу его так сказать визиту на это поле в пучково что машины-то эти возили снег вполне определенное место значит что касается такого ли нет и к твердые коммунальные отходы снег нет снег не твердый коммунальная сам снег не твое не твердые коммунальные отходы но он содержит такие отходы а когда снег собирается еще с улиц таких крупных городов как к луга то эти отходы었는데 в большом количестве в частности там содержится и бытовый мусор это и всякие соляные смеси естественно которыми посыпают улица зимой это и нефтепродукты масла различные попадающие на асфальт из машин автомобилей это резина тертая которая попадает с шин автомобилей в виде пыли уже резиновый да и другие к токсиканты которые вредность которых определить невозможно то есть не то что ее нет она есть очень серьезный просто состав этих веществ попадающих в снег талый таков что однозначно сказать как каков уровень вредности очень сложно в когда все это вывали на вот в одну кучу но эта вредность безусловно есть почему законодательство и установила обязательность вывоза снега специально отведенные и оборудованные места это могут быть снега свалки это могут быть снега топилки снега значит растапливающие специальные устройства это могут быть обычные полигоны твердых коммунальных отходов но это обязательно оборудованные места это обязательно замок чтобы не попадали а тем более снег так как он обладает по весне особой текучестью он начинает таять и все это несется намного быстрее чем на обычном полигоне где отходы складываются по технологии определенной утрамбовывается и так далее в случае со снегом эта вещь намного динамичнее он когда-то это он несет все эти отходы во все близлежащие и поверхностные источники а еще что хуже подземные воды подпочвенные воды которые питают правильно андрей палочку питают колодцы и водозаборы различные в виде артезианских скважин и так далее поэтому конечно же в вывал этого снега на совершенно необорудованное место да еще в таких масштабах это экологическая катастрофа совершенно очевидно меня удивляет еще другой факт что вот эти земли пучковские некрасовские которые полностью снабжены раньше они используются для для сельхозназначения совхозом техникум калужской они очень удобны они очень плодородные эти земли и вот сейчас 803 с лишним гектара превращены по сути дела выжженное поле там теперь не только нельзя сажать там и строить теперь что-либо сложно а ведь в свое время было было предложение в адрес органов городского самоуправления калуги как раз о передаче этих земель под застройка многодетным семьям постольку поскольку там есть и вода и канализации свет и дорога и газ проходит магистральный то есть там вообще не было проблем бы с подводом коммуникаций вместо этого земли многодетным выделили на самых неудобных там марина лихон ильинка и так далее там где нет ничего там где люди сейчас колупаются пытаясь хоть въехать на свои участки четвертый год пятый уже скоро пойдет год как пытается въехать на свой участке чтобы начать просто хотя бы ухаживать за ними там сейчас горит трава потому что заехать невозможно окосить ее там очень много про воруют неизвестные люди воруют имущество оставляемое естественно так как там часто люди не бывают не могут заехать так вот в этой ситуации нам объясняли что некрасовские пучковские земли предназначены там для крупных инвесторов которые там будут делать комплексную застройку и так далее и теперь у нас вместо комплексной застройки комплекс комплексный засер извините за выражение то есть мы мы многодетным отдали неудобья аргументируя тем что мы отдадим эти земли для вот серьезных инвесторов а эти земли для серьезных инвесторов мы засыпали мусором причем мусором неопределенный неопределенной категории вредности опасности для людей поэтому я согласен совершенно я за это голосовал что в людей лиц причастных к этому их надо выявить сейчас однозначно причастных к этому безобразию нарушения законодательства и вообще всех экологических но надо выявить б их нужно обязательно привлечь к ответственности и уж я абсолютно уверен что такие люди не должны работать в органах местного самоуправления которые получают зарплату извините из наших с вами налогов и не отрабатывает зарплату даже 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 вот на этом уровне не отрабатывает поэтому да действительно они должны быть наказаны выявлены наказаны и здесь должна быть конечно проявлена позиция депутатов депутат у нас по их статусу народные избранники избрать представители населения того самого который теперь страдает от этого экологического безобразия да они должны сейчас напрячься создать комиссию считаю провести расследование соответствующие выявить этих нарушителей и примерно их наказать чтобы дальше никому не повадно было заниматься под этими всеми делами блин